Всем доброго времени суток! У всех возникает вопрос, ну, в основном это те, кто начинает. Где брать шрифты, как устанавливать шрифты в ESCAD, почему такие шрифты красивые есть у меня, почему нет таких красивых шрифтов у вас? Сразу хочу вас предупредить о том, что избыточная установка шрифтов на компьютер, либо тот же самый, как и всегда ESCAD, она влечет за собой некоторые последствия. То есть, я не рекомендую ставить больше тысячи шрифтов и ставить только лишь те необходимые. Не надо устанавливать пачками, тоннами, там, у кого-то копировать, там, воровать, там, ну, про запас. Про запас это вам ничего не даст абсолютно. Так вот, существенно, в чем? Есть такая функция в ESCAD, как написать шрифт. Под этим шрифтом мы можем выбрать также, допустим, необходимый себе вариант штрих-кода. Вот, 34-й. Если мы будем делать, загружать избыточное количество шрифтов, то нам не позволит уже работать с 34-м шрифтом и будет позволять только лишь работать с 24-м, либо потом с 22-м. На что это влияет? Это влияет на то, что у вас есть возможность здесь сделать гравировку именно QR-кода, как я вам показывал ранее в видеороликах. При избыточном количестве шрифтов вы это сделать уже не сможете. То есть, это такой вот небольшой нюанс. Так вот, перейдем теперь к шрифтам. На самом деле, сложности здесь никакой не возникает. Сейчас мы с вами скачаем какой-нибудь там простой шрифт, его поставим на компьютер и, в принципе, его увидим. Давайте, в принципе, выберем шрифт, готический, русский, скачать. То есть, все очень просто. Пишем, заходим на какой-нибудь проверенный, допустим, фонд онлайн. Я здесь обычно беру шрифты. Это быстро доступный вариант шрифтов. Выбираем какой-нибудь там шрифт. Ну, к примеру, это такой шрифта. У меня точно его нет. Вот. Смотрим описание полностью, там какого года, выпуск, все остальное, пятое-десятое. Проверяем, есть латиница, есть русский язык. Отличный вариант. Ставим галочку, что мы здесь не роботы. Нажимаем скачать. Шрифт загружается нам на наш компьютер. Нажимаем на шрифт и нажимаем галочку установить. Единственное, запоминаем само название шрифта. Называется он ksr-draising. Шрифт устанавливается. У нас такой шрифт в виде отсутствует. То есть он устанавливается с легкостью. Переходим теперь наш ESCAD. Клацаем по одному из текстов. Давайте сейчас все лишнее поудаляем. Оставим только лишь один слой. И ищем наш ksr. То есть шрифты устанавливаются не в сам ESCAD, а именно устанавливаются непосредственно в ваш компьютер. Ищем, ищем. Возможно, надо сделать перезагрузку программки. Сейчас мы перезагрузим с вами. Где наш 110? Запускаем заново. Пишем любой текст. Заходим в наши шрифты. И ищем ksr. Ну, собственно, вот он ищет. Нажимаем применить и получаем наш шрифт, который мы с вами скачали. То есть таким образом можно скачать все необходимые шрифты и закачивать себе их на компьютер. Это один из вариантов. Ну, один, который, в принципе, применяю постоянно я. И я использую только ограниченное количество шрифтов. Потому что в целом, в дальнейшем у нас будет, ну, слишком загружен компьютер. И работоспособность его будет снижена. То есть коэффициент полезного действия будет здесь уменьшен. Второй из вариантов, он тоже не сложный. То есть очень просто. Вы можете зайти на такой вот сайт интересный. Смотрим, написано, да. То есть я поставлю себе на приложуху, либо плагин, так называемый. Здесь просто пишем фон. Он нам выдает возможные варианты по шрифтам. Ну, давайте перейдем, допустим, в данный момент шрифты. То есть здесь можно найти любые практически шрифты на любой вкус и цвет. Скриншоты всех шрифтов. Смотрим здесь. То есть предлагаются такие вариации. То есть вы можете скачать целую пачку шрифтов с доступных ресурсов и ими пользоваться. То есть здесь сложности вообще никакой не возникает. То есть шрифтов на самом деле столько много, что вы можете просто любые варианты использовать. Довольно-таки тоже красивые шрифты здесь используются. Такая же ситуация здесь. То есть шрифтов очень много. Скачивается сам торрент и закачивается 1 гигабайт шрифтов. Чтобы вы примерно понимали, вот этот вот файлик весит совсем немного. Давайте посмотрим. Зайдем в загрузку. Пуск. Ну, суть в том, что до... Вот где-то здесь должна быть информация про него. Суть в том, что вес у таких файлов очень маленький. И здесь получается в данной ситуации в одном гигабайте вы получите... Сколько вы получите? Здесь должно быть написано. 85 штук различных вариаций шрифтов. То есть я считаю, что тысячу шрифтов скачать в другом формате там, но это, блин, более чем надо. Опять же, сразу устанавливаются они только лишь на компьютер. Устанавливаются очень просто. То есть есть два варианта. Либо вы можете засунуть напрямую их к себе в локальный диск C. Папка Windows. Папка Fonts. И также вы можете зайти в папку Fonts. Удалить те ненужные шрифты, которые у вас есть. Ну, на самом деле, здесь не нужны, допустим. Вы их не используете. Либо хотите там подключать какие-то новые шрифты. Периодически это я не к нам не делаю, потому что, ну, действительно, компьютер засирается. И это довольно-таки лишняя информация. Поэтому вопрос шрифтов, я думаю, закрыт. Больше он подниматься не будет. Где с качеством шрифты я максимально подробно объяснил. Как они устанавливаются, тоже это все объяснил. Сложности нет. По-моему, у меня даже где-то есть отдельная папочка с шрифтами, где больше 20 гигабайт шрифтов. То есть разных, там, те же самых скриптовых шрифтов. То есть, смотрите. Fonts. Fonts. Скрипт. То есть можно найти такие скриптовые шрифты, которые действительно идут по прописи. И себе их накачать более чем надо. То есть это, ну, это все очень просто. Это очень интересно, конечно, это все доступно. Поэтому, я думаю, вопрос шрифтов закрыт. Тема установки тоже закрыта. Ну, давайте, допустим, такой еще вариант установить шрифта. Ну, вот что-то вроде бы красивое. Посмотрим, где-то все продается, либо дается. Ну, хотя бы давайте с этого начнем с шрифта, с луп. Возможно, он есть на компьютере. Страницы не найдено. Ну, в целом, смотрите, можно вот так вот сделать. Ищем в одном из вариантов, где нам позволят его скачать. Опять же, рекомендую делать все-таки на страничке, где есть доступные шрифты. Именно в бесплатном варианте. Ребят, вот в принципе проще не бывает. Сейчас зайдем в фонт онлайн. Ну, как всегда, нам предлагают посмотреть кучу рекламы, кучу всякого мусора. Надо выждать обязательно время определенное, чтобы, как говорится, получить доступ к ссылке. По-другому, иначе никак. То есть, в целом, сложность составляет только лишь в том, что вы хотите найти, какой шрифт, у кого хотите там украсть. Есть, кстати, много сервисов, которые показывают, что можно, допустим, по образцу текста на картинке получить какой-то определенный там шрифт, ну, либо получить его название. Честно скажу, эти сервисы в основном работают только лишь с такими вариантами, как латиница. Ну, вот он вам и слуп. То есть, слуп подходит для текстового формата, для русского он не подходит. То есть, русский формат шрифтов здесь не пойдет. И его устанавливать смысла нет абсолютно. То есть, мы не сможем использовать именно под русскоязычную клавиатуру либо русскую кириллицу. Вот такие вот дела, ребят. Ну, все максимально я вам рассказал, показал, объяснил. То есть, со шрифтами тоже я вам все показал, как это делается. Сложностей здесь нет. Это, опять же, видеоролик для чайников. Поэтому, я думаю, было все понятно. Все, ребят, спасибо большое за внимание. Всем пока-пока.